приветствую вас уважаемые подписчики моего канала сегодня я вышел на отдых ну как это сказать отдых пожарить шашлыки пожарить курочки на костре но так как хочу сделать это быстро пошли в лесопарк такой вот у нас недалеко от дома в пяти минутах ходьбы такая роща березы осинки растут вот сюда мы быстренько выбегаем чтобы пожарить мясо да и сидеть тут невозможно потому что есть такие такая сознательная категория граждан которые любят прийти и помусорить в лесу настолько все так застрали что сидеть здесь уже невозможно поэтому вот я пришел мои вещи мясо пожарю все соберу и уйду просто назвать этой мусоркой даже не поворачивается язык тут городская свалка и каждый сознательный гражданин наверное который сюда приходит считает своим долгом оставить побольше мусора после себя дабы в следующий раз когда он сюда придет его мусор напоминал ему а прошло годних походах вот вот это еще после зимы осталось того года но я так полагаю здесь убирать никто не собирается потому что всем все равно на эту парковую зону ну а мы пока разожгли уголь уголь прогорит как видите все собрал дома на решетку на шампуры мясо уже одета и остается только его положить на мангал и зажарить когда положу шампуры на мангал расскажу о своем рецепте приготовления марина маринада сегодня как и вчера у нас очень сильный ветер довольно такие резкие сильные порывы что-то последние дни сильно ветрено у нас ну вот друзья заложил мясо на мангал теперь главное почаще его переворачивать брал шейную часть свинины делал довольно большие куски чтобы они были сочными ну а из приправ брал только кинзу базилик и черный перец и очень много лука на два с половиной килограмма мяса взял два килограмма лука и около десяти часов у меня мясо лежала маринаде в этом потихоньку шашлычок жарится приобретает вкусный аппетитный вид немножко корочку на костре подсушиваю так как куски большие внутри они все равно будут сочными а люблю чтобы они были немножко с корочкой такая вот аппетитная красота и вот еще один секрет моего приготовления с лука сливаю потом маринад поливаю им на углях мясо когда маринад весь вылью я в лук ложу хлеб потом сюда скину мясо и поставлю томится на угли закрыв крышкой положили теперь корочка в решетки на угли а мясо как я и говорил вместе с хлебом и с луком положили в кастрюлю теперь ждем когда приготовится окорочка чтобы это все вместе сложить в кастрюлю и томить на маленьком на углях при закрытой крышке в кастрюле так аппетитно получаются окорочка все в дыму хорошо пропитаются хорошо что на улице ветер и опилки постоянно накалены вот перевернули корочка аппетитная главное почаще друзья ворочать вану равномерно готовилась была красивая корочка румяная сегодня семью ждет вкусный обед вот так вот окорочка подходят скоро уже можно будет их снимать немножко лучок подгорел главное почаще переворачивать уже практически готовы снял окорочка немножко остынут переложу их в кастрюлю сожгу весь мусор точнее газеты которые с собой привез и поставлю кастрюлю на мангал сжигаю весь мусор поставить после себя как и было сейчас перегорит газета поставлю кастрюлю на угли поставил кастрюлю ну сейчас потихоньку все будет протушиваться звук идет приятный тушение как бы это мой метод я мне так нравится я так делаю кому не нравится вы конечно же можете так не делать я люблю еще протушить хорошо луки лук будет очень вкусный будем пробовать пусть постоит минут пять может чуть больше вот стоит уже около десяти минут все хорошо подходит моя младшая дочка запротестовала и захотела прийти на пикник поэтому будем хотя бы по кусочку мяса съедим на природе друзья хочу еще раз показать в какой грязи приходится сидеть не знаю неужели трудно за собой убирать тем более рядом дома рядом мусорки можно взять в пакете все с собой пронести дочка сказала пикник должен быть на природе поэтому хотя бы по одному кусочку мяса вы должны съесть в этом леске вот честно сам смотрю удивляюсь насколько люди воспитаны как воспитаны кем воспитаны чтобы оставалась такая грязь неужели тяжело беречь природу а потом мы хотим хорошей рыбалки собрать хороший урожай грибов ягод раньше в этой роще когда появлялись грибы когда микрорайон еще не был столь густо населен можно было пойти без проблем собрать в этой рощице ведра три-четыре грибов буквально за пару часов сейчас конечно уже в этой грязи навряд ли кто собирает грибы и мне было бы самому неприятно сюда приходить и собирать да многие скажут убери сам сильно много говорю но одному тут убрать практически невозможно я не представляю сколько здесь понадобится мешков мусора мы сейчас даже если ездим в тур походы куда-то отдыхать берем с собой грабли берем с собой мешки собираем весь мусор и убираем прежде чем ставить палатки убираем всю территорию а после этого начинаем устанавливать лагерь мусор сжигаем это везде конечно так мусора много на пляжах не бывает но все равно пару мешков мусора мы собираем на любом пляже друзья сейчас мои подойдут и будем обедать вон наше место все мне уже звонят сейчас отвечаю и будем кушать вот мяско готово мои уже на подходе сейчас будем пробовать и уходить уголь перегорает друзья на этом буду заканчивать всех благ вам вашим близким показал свой фирменный рецепт приготовления мяса и курицы надеюсь кому-то понадобится кто-то воспользуется кому-то понравится на вкус и цвет у каждого свои рецепты я лично люблю готовить по чужим рецептам попробовать оценить думаю вы может быть попробуйте приготовить мясо по моему рецепту на этом заканчиваю всех благ всевозможных мирного неба над головой до новых встреч друзья я я я я я я я Продолжение следует...